Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного канала, который ведет Юлия Руфлорида. С вами сегодня ваш риэлтор во Флориде Надя Эггерс и... Муж, всем привет! Ваш любимый русскоговорящий американец Дэвид Эггерс здесь, муж Надя. Привет-привет! Всем привет! Сегодня мы будем делать обзор снова дома Нади и Дэвида, только бывший. Только мы выставили этот дом на продажу. Многие из вас уже видели ролик на канале «Дома, куда мы переехали». Мы снимали это где-то с полгода назад. Этот дом, вот здесь мы прожили два с половиной года. В Celebration в общем мы прожили десять лет, ну и в этом доме последние два с половиной года из десяти лет. Дом очень хороший, но мы приняли такое решение продать, потому что двумя очень большими домами сложно владеть. Ну вот, в такое решение мы приняли. Мы сдавали два года, успешно, и не знаю, слишком много информации или нет, но мы сдавали за шесть тысяч, грубо, плюс-минус. За шесть тысяч в месяц, да, сдавали. Ну, решили продавать, не знаю, опять слишком много информации, но в Америке есть налоговый закон, если вы живете два года из пяти, вы можете продавать и почти не платить налоги на прибыль. Налог на прибыль, да, есть такое понятие Capital Gain Tax, это почему мы приняли такое тоже решение по продаже дома, чтобы не платить такой большой налог с прибыли. Ну, если кому-то будет интересно, кстати, можете связаться с нами, я вам поподробнее объясню, не хотим сегодня засорять этой информацией видео. Дом находится в замечательном, красивейшем городе Америки, этот город называется Celebration, мы уже когда-то делали обзоры домов в этом городе, об этом городе можно говорить бесконечно, но я вкратце скажу, город был построен по проекту Walt Disney, по экскизам, он сам рисовал этот город, и по его экскизам, после его смерти уже компания Disney создала такой проект на земле Disney, это такой диснеевский город, очень счастливый, люди... Километров три от парка. Да, здесь буквально, ну, уже город стоит на земле Disney, и в трех километрах начинаются парки. Город был построен в такой композиции, что практически во всех домах здесь есть вот такие большие веранды, те, кто делал этот проект, они хотели, чтобы люди больше общались, чтобы это было как комьюнити, что люди вместе, соседи-соседи знают. Гаражи всегда сзади, чтобы красиво с улицы. Гаражи обычно, есть некоторые дома с гаражами впереди, но в основном все вот выглядит так, гаражи сзади, там есть аллея, подъезд к гаражу, а вся жизнь проходит как бы больше на передней части дома. Хорошие школы здесь. Очень хорошие школы, да. Главная причина мы выбрали. Сын здесь, почему? Это была причина, почему 10 лет назад мы выбрали, правильно Дэвид говорит, этот город. Этот дом находится в главной части, в main village, так называется, города, то есть здесь мы пешком можем пройти до центра города через три парка вот такие же, вот как перед нами, минут пять пешком ходьбы. В общем, дом такая жемчужина, можно сказать. Мы его выставили на продажу, у нас уже есть несколько оферов, очень много просмотров. Ну, может быть, начинаем экскурсию делать? Да, можем сначала пробежаться по цифрам. Давайте я по цифрам дома пробегу. Выставлен дом за миллион сорок восемь. Построен был дом в 1996 году. Метраж дома 3400 квадратных фит, в переводе на метраж 300, получается 315 квадратных метров. В доме 5 спален и 3,5 ванных. Кстати, Эчуей в этом, во всем городе, он очень небольшой. Для Эчуей, для такого города всего 90 долларов в месяц. Но они реально ухаживают. Они газоны у нас, можно сказать, почти ножницами стригут. Всегда убирают, и очень чистый, красивый город. Налог 9,5 тысяч долларов в год на этот дом. Хорошо. Там есть, ну, лоты в слабрешении небольшие, 0,14 акро. У нас есть секрет в этом доме, который мы покажем. О, надо смотреть до конца. Да, надо смотреть до конца. Мы вам покажем секрет. Давай я чуть начинаю по поводу района. Надя сказала, что недалеко от центра Celebration, где магазинчики, ресторанчики, бары. Но тоже здесь рядом Голф-поле. Я люблю Голф, а это большой плюс. Но самый главный плюс этого дома, покажу, парк, который находится напротив. Вот наши соседи, но Юля показывает наш любимый парк, называется Veranda Park. У нас собака, она любила здесь бегать, и это очень удобно. И здесь тоже тихо, пока ни одной машине не проехало, потому что, действительно, это спокойный район. Главное, улицы вокруг, но мало трафика здесь, и особенно этот круг. Дети могут бегать, играть, собаки, безопасно. Очень дружелюбные соседи. У нас здесь устраиваются пикники. Да, кстати, да. Как бы, да, веранда общества, сообщества соседей из этих домов. Мы собираемся вместе в этом парке. Кто-то выносит барбекю, делаем бургеры, хот-доги, дети бегают. В общем, хороший такой... Это семейный город, честно говоря. С трудом Надя переехала отсюда. С трудом. Я год плакала. На самом деле, ребята, я этот дом любила, люблю и буду любить. Меня Дэвид еле уговорил его продать, потому что я очень надеялась сюда обратно переехать. Здесь даже из того дома, который вы видели, но здесь стиль жизни такой интересный. Дом, если честно, слишком большой нам. Вам. Нормальный. Начинаем экскурсию. Давайте пройдем. Посмотрим, что нас ожидает в этом доме. Я все знаю, каждый уголок. Здесь у нас большая веранда, у нас стояли здесь тоже кресла со столиком, приезжали друзья. Мы могли просто в хороший вечер посидеть, выпить вина, пообщаться. Да. Вот такая у нас... Качели хорошие. Кстати, здесь тоже много вечеринок, особенно Хэллоуин. Мы всегда рады. Мы люди, которые любят устраивать вечеринки, причем не по-детски, сразу такие большие. И Хэллоуин большой праздник, что-то праздничное. Много детей. Да, на Хэллоуин очень много к нам приходило на роду, иногда до 100 человек. Все могли вместиться в этом доме, посетив нас. Окей. Ты первая. Да, мебели, естественно, здесь нет, потому что мы уже переехали, вы это знаете. Но в конце видео, досмотрите видео до конца, Юля поставит фотографии того, как выглядел этот дом с нашей мебелью. Я, Юля, тебе пришлю эти фотографии. Здесь был living room. Не знаю, как по-русски. Здесь одна из тех комнат, которые мы не знаем, как назвать. У нас был наш любимый тайский мебель здесь. Здесь столовая, скажем. Комната для приема гостей. У нас большой стол здесь. Покушали. Да, столовая, комната для приема гостей. Здесь был мой офис. Самая главная комната, где Надя зарабатывает деньги. У нее офис недвижимости. Близко к дверей. Бывали клиенты здесь. Удобно, что они могут посетить Надю. Просто сразу. Ну, в принципе, у меня и в городе как бы офис был. Но если я работала из дома. Дальше. Вот такой большой просторный план дома. Открытая планировка. Совсем открытый план. И потом посмотрим второй этаж. Здесь прямо сердце дома. То есть кухня. Мы чуть переделали, когда купили четыре с половиной года назад. Шкафи покрасили. Ну, в основном здесь новые апплайенсы. Холодильник. Здесь такой умный холодильник. С ним можно разговаривать. Это как девайс, как айпад. Ну, вай-фай там работает. Как вай-фай. Кстати, у кого есть Samsung телефон. У меня просто айфон. Samsung телефон, он связывается с холодильником. Вы можете прийти, например, в продуктовый магазин. И вы забыли, есть ли у вас молоко или нет. Вы связываетесь через Samsung телефон с холодильником. И он вам показывает все, что у вас есть внутри. Было модно, я думаю, что уже. Нет, ну почему? Я с ним очень часто разговаривала. У меня папа смеялся. Надя дожила, с холодильником разговаривает. Мы, кстати, переделали ремонт здесь. Да, кстати, когда мы покупали дом, в доме была плитка такая. Да, полы мы переделали. Была плитка и ковролин в комнатах. Мы положили бамбуковые полы. Мы сделали очень большой ремонт, на самом деле. Мы положили по всему дому полы из бамбука. Которые очень твердые. Переделали ванные комнаты. Юля попозже покажет. Переделали все световые решения. И здесь тоже круглые столовые. Мы здесь покушали. Здесь место для завтраков. Breakfast Nook на английском. И да, очень хороший дизайн этого дома. Здесь, где Юля стоит, телевизор и диван. Мы использовали это как TV room, чтобы Надя когда готовит, можно смотреть тоже русские каналы телевизора. Русскоговорящая. Да, значит, очень хороший план. Ну такая, да, планировка. Она позволяла вместить, честно говоря, очень много гостей, когда у нас были вечеринки. Я думаю, что мы пропустили один туалет и laundry room. Половинка санузла и постирочная. Половина, ну, гостевой туалет в нормальном виде. И здесь first floor laundry, не знаю, постиральная машина. Да, удобно здесь. Потому что первый этаж master bedroom. Тоже pantry здесь достаточно большая. И тоже я называю это Harry Potter комната. Но много storage. Склад мой, да. Гарри Поттер там может жить. Хорошо, дальше основной bedroom, да? Да, это хозяйская спальня. Давай, Надя. Большой размер спальни. Хороший вид на двор. Посмотрим двор потом. Ну да, хорошо. У нас был king-size bed. И тоже место, где можно читать. Мы добавили такие barn doors, которые тоже модно в Америке. Ну, конечно, если сравнивать... Это более удобно. Здесь надо больше мест использовать. Такие barn doors. Они не мешают план, дизайн. Проходите. Вот, Надя сказала, мы переделали вот этот master bathroom. Сделали душ чуть побольше. Добавили все это переделали. Переделали клитки. Переделали гардероб здесь. Добавили такие хорошие шкафы. Конечно, Надя жила налево, где много места, и где видно право, где мало места. Ну, достаточно. Какой-то маленький pantry. Ну, удобное место, да. Достаточно. Не огромное, но достаточно. Да, мы везде поставили такие barn doors, как наши зрители говорили. Они называются фермерские двери. Да. Да. Амбарные. Амбарные двери, точно, спасибо. И вот тоже здесь. То есть, это экономия. У нас, в принципе, места достаточно много, но все равно хорошая экономия пространства, чтобы его, в принципе, больше было. Смотри, вот здесь такое решение. Раньше модно было, точно, помню. Да, ты знаешь, мне очень нравилось, потому что нравилось это окно. Через него не видно ничего, но очень много света идет. То есть, очень светлая ванная получалась у нас. А какого года? 1996 года. Celebration, в принципе, был построен в этих годах. Кстати, когда этот город строился, Дисней нанимал актеров, которые зонтиками с собачками гуляли вокруг озера нашего главного в городе. И делали вид, что это такая сказка Диснея. И те люди, которые хотели купить Celebration, чтобы только участвовать в лотерее на покупку дома, они должны были год жить во Флориде. Это было условие только для участия в лотерее. Здесь было нереально, просто не купить дом. Были лотереи на один дом, много желающих. Посмотрим второй этаж. Ну, проходите на второй этаж. Лестницу мы тоже полностью переделали. Это бамбуковая лестница. Здесь был ковролин раньше. И, в принципе, по всему второму этажу тоже был ковролин. На втором этаже три спалные туалета. Здесь бонусная комната. Тоже бонусное место. Мы использовали как офис и кресло для массажа. Я скучаю про него. Здесь у нас сын занимался уроками. У него стоял стол. Я тоже использовал офис. Да, как офис. Ну, хороший бонусное место. Можно там... Да, хороший вид отсюда. Открытый план можно смотреть. Первый этаж от второго. Который сын любил с детьми, с друзьями бегать, кричать. И три небольшие спальни. Дэвид покажет. Может быть, по пути просто покажу. Первый кондиционер. Здесь три кондиционера. Два для главных. И один для гараж апартмент, который мы посмотрим. Вот первый спалная. Два окна. Два окна. И гардероб. Это была спальня нашего сына. Да, он выбрал это почему-то больше свято. Да. Наверное, хотел на улицу через окно. Далеко там крича. Здесь полный санузел на три спальни. Здесь мы использовали как гостевая спальня. Отец Надя однажды. Мы называли эту комнату комната Дед Толика. Дед Толик, когда он здесь жил, когда посетил нас. Мы очень скучаем. В последнее время он не может посетить почему-то. Но хорошая комната, да. И хороший гардероб большой. Здесь, естественно, в этом доме много мест для склада. Да, хороший вид парка там. Соседный дом рядом. И третий спальня здесь. Самая большая на втором этаже. Почему-то стен не выбрал. Но он использовал здесь как геймрум. Здесь телевизор был. Игровая комната. Диван. Он играл с друзьями. Видеогеймз и опять большой-большой гардероб. Я помню, у нас здесь чемоданы были. Вот. Вот второй этаж. Окей. Сейчас посмотрим гараж апартмент. Да, секрет этого дома. Что мы здесь увидели? Мы увидели одну спальню на первом этаже хозяйскую. Увидели три спальни на втором этаже. И сейчас мы пройдем, посмотрим секрет этого дома. А-а-а, вот секрет этого близкого. Много воспоминаний здесь. Много воспоминаний трепещущих. Ну, потом посмотрим двор и гараж. Потом посмотрим двор, да. Проходите. Секретное место называется гараж апартмент. Это, кстати, достаточно часто в селебрешине люди над гаражом строят. Да, я сейчас немножко объясню. Объясню. А-а-а. Это очень, да, действительно распространено в селебрешине, когда над гаражом строят отдельно стоящую квартиру. Ее можно сдавать. Вот именно вот эта квартира стоит в этом расположении, в этой локации, да, стоит где-то 1600 в месяц. Ее можно сдать, 1600-1700. Метров 50 или 550. Она 570 метров. Нет, скверфит. Ой, скверфит. 500 скверфит. Ну, грубо 52 метра, да, квадратных. Здесь есть гостиная. Хороший план, хороший дизайн. Много таких, но это мой любимый дизайн, потому что спалная отдельная. Есть спалная отдельная. Часто люди делают только одна открытая комната. Здесь можно одевать кровать и даже гардероб. Сложно будет для Юли показать там. Ну, хороший размер. Короче, можно здесь жить. И если гости, у них своя зона. Мы лично не сдавали эту квартирку. У нас сын ее очень любил использовать, когда приходили дети со школы. И я работал отсюда. И Дэвид тоже отсюда работал иногда. Они менялись с бонусной комнатой сыном. Полная кухня, холодильник, даже печка. Нету, посудомойка. Ну, можно, по идее, добавить. Мы думали, может быть, добавим однажды. Пентри какой-то. Туалет тоже, да? И полный салузел. И полный салузел. То есть совершенно полноценный апартамент. И, кстати, тоже один кондитернер там. Шкафов, извиняюсь. И третий здесь. Два юнита в этот час дома. И третий там. И на улице три компрессора. Компрессора. Там где... Не знаю, алле. Дорожка. Ну, как Надя сказала, целомречный строил все дома, чтобы... Да, здесь как раз вот эта задняя аллея, это подъезд к гаражам. Видите, все гаражи находятся задом друг к другу, лицом друг к другу. А передняя часть домов, того дома, например, уже выходит в ту сторону на улицу, у нас в эту сторону. Кстати, вот за этим домом, сразу за этим домом находится школа, куда ходил наш сын. То есть он здесь есть такая короткая аллейка. Метро двести. Да, меньше. Три минуты. Спокойно, это элементарий и миддл-школы находятся прямо вот за тем домом. Может быть, через гараж, а потом двор. Если сдавать этот гараж апартмент, хороший бонус, что отдельные двери, они могут отсюда и не мешать, чтобы не видно. И здесь тоже стиральная машина и сушильная и стиральная машины, они относятся к тем, если кто-то будет сдавать или кто-то будет снимать апартамент, они могут здесь стирать. Они могут приватно полностью жить отсюда, типа парковать здесь, заходить через гараж, их laundry area. Здесь, по идее, две машины мы с трудом могли, две машины, я всегда на улице, но, по идее, можно две машины и плюс много мест для складки. У тебя тут слишком много лыж было. Да, у нас много всего. Здесь спокойно мещается, это гараж на две машины и еще он оверсайз, вот из-за этого пространства. Мы у нас здесь стояли storage shelves, такие полки. Хорошо, может быть, сюда, Надя. Тоже большой плюс этого дома. Три, даже шесть машин, по идее, можно, ну, три хотя бы. Редко бывает, что так глубоко и широко drive-way, да. Кстати, однажды у нас был баскетбол. Уп, здесь мы играли сильным баскетболом здесь. И мы, кстати, добавили этот забор, чтобы делать двор побольше. И вот можно зайти отсюда. Красивое место, пусть Надя объяснит, что здесь есть. Да, ребят, не забываем, что сегодня 12 января, у нас 26 градусов тепла по Цельсию, но все же листвы пока еще у деревьев нет. Это наша зима. Это наша зима, но обратите внимание, вот это дерево, это лимон. Очень вкусный лимон. Я прямо жалко расставаться, и смотрите, уже цветы пошли. Видишь бутоны? Он дает очень много плодов. Оно, дерево. Вот это дерево, барон браш. Это у нас ананас. Мы тоже уже пожинали плоды. Там, кстати, есть барон браш-три в углу. Мы добавили очень красиво, там красные листики будут. Ребят, двор, вы скажете, конечно, даже по сравнению с нашим домом, который мы показывали полгода назад, он небольшой. Но этого двора для Celebration, это, кстати, для Celebration очень хороший размер. Типичный, наверное. Это типичный. И бассейн здесь не нужен по той причине, что в Celebration 5 бассейнов, куда могут ходить жители, кто здесь живет. Два из них подогреваемые с соленой водой и три неподогреваемые. То есть нам бассейн даже был не нужен здесь, только ухода больше за ним. Хороший городок, хороший дом. Жизнь продолжается. Обратите внимание на это дерево, это гавайский пламерия. Это гавайское дерево. Оно сейчас буквально через пару недель выпустит красивые цветы. Они просто вообще... Оно полностью цветет, оно... Уже вот пошли листочки, но скоро пойдут цветы. Знаете, такие гавайские цветы, которые... Из которых у них там бусы делают. Вот у меня здесь орхидеи сидят привитые. Чуть пережел. Пережел зиму. Ну, по идее, это все. Может быть, отсюда заканчиваем. По идее, это все. Мы проедем все по городу, Юля покажет. Там мы начали диапарк, но можно зайти в сторону. Да, Юля покажет попозже город. И, как я сказала, в конце этого видео мы выставим фотографии с тем, как у нас была распланирована мебель в этом доме, чтобы вам было понятно. И надеемся... Да, забавно. Надеемся, скоро продадим. Со щипками от американца. Нет, я говорю... Да, это правильно. Но я говорю, надеюсь, что у нас действительно очень много просмотров. Уже есть несколько офферов. Мы должны на днях сделать, принять окончательное решение. Кстати, это тоже хороший пункт, что мы не были уверены, где находится рынок. Но мы поняли, когда начали показать этот дом, что рынок пока достаточно горячий. Горячий для селебрешина, точно. Для селебрешина и для Флорида. Для Флорида. Значит, приходите к нам в Флориде и покупайте, или продавайте, или что-то. Недвижимость, мы совсем готовы помогать. Хорошо. Ну что, на этом мы пока прощаемся с вами. До следующих встреч. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, Юля. Спасибо, Наня. Пока. Пока. Он чуть-чуть впился в дерево, да. Давай, я подниму. Да, да, а я подумаю с Макси. Сейчас, сейчас, сейчас. О, все. Ура. Куда туда? Да, слушай, ты закрыла. Ты снимаешь. Надя, открой. Подожди. Подожди. Скажите, что вы делаете. Это мой любимый цветок. До того, как мы продадим дом, я очень его хочу перенести в мой новый дом. Нет, 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 он не паразит. Это бразильское растение, честно говоря, я забыла название. Это растение не натуральное для Флориды. Ну, смотри, я его когда-то маленьким отростком посадила в такую железную корзину, и своими листьями он начинает разрастаться просто таким шаром. Очень красивый, красивый цветок, я даю виду сказал, что я его заберу при продаже дома обязательно. Садя, он будет химчисткой тебе. Хорошо, хорошо, я подъеду на машине, и мы поставим. Я боюсь, что там муравья. Я боюсь тоже. Лучше... Я боюсь, что там муравья и ящерки. Безус. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...